Привет, друзья! Сегодня компания Blackmagic представила новый DaVinci Resolve 17. И презентация эта длилась целых 2 часа. И если вы не хотите 2 часа сейчас смотреть презентацию, я за 10 минут буквально расскажу вам, что же там было такого интересного. Причем я видел комменты, где народ, в общем, был не очень рад тому, что 17-ю версию представили. Говорили о том, что лучше бы допиливали 16-ю версию. Но, видимо, Blackmagic посчитала, что те изменения, которые они внесли в эту 17-ю версию, уже стоили того, чтобы выпустить ее не обновлением, а отдельной. Итак, что же было интересного в презентации DaVinci Resolve 17? Саму презентацию очень советую посмотреть. Ссылочку я брошу в описании, хотя бы самое начало, потому что там очень классно интро сделали. Очень мне оно понравилось, и там так пафосно перечислили проекты, где использовались Blackmagic-овские ресурсы. И, в общем, этих проектов достаточно много, и презентушка классная. Интро красивая, я очень рекомендую посмотреть. А в самой же DaVinci обновлений действительно есть. Итак, обработка и покраска HDR. Новый аудиодвижок и инструменты Fairlight. Магическая маска на основе искусственного интеллекта. Новые инструменты работы с метаданными. Увеличенная вейвформа. Умная перекадровка соотношения пропорций кадра. Превью эффектов и переходов. И H.265. В общем, нововведений достаточно много. И давайте чуть-чуть подробнее расскажу про основные, которые меня затронули. Вкладка Cut. Новый инспектор. В инспектор впихнули еще несколько подпунктов. Немножко увеличили его работоспособность. Потому что отдельно теперь в инспекторе есть настройка эффектов, настройка переходов. И из инспектора можно теперь еще управлять метаданными файла исходника. Причем сохранять их на уровне исходника. То есть вы можете прямо во вкладке Cut в инспекторе изменить пропорции, например, или зумнуть немножко картинку. И она будет применена к исходнику. То есть вы в дальнейшем будете бросать его на таймлайн. Он уже будет кропнутый. То есть применятся те изменения, которые вы сделали. Интересная функция. В общем, много в DaVinci сделали такого, чтобы немного ускорить работу. Чтобы нужно меньше было переходить из вкладки во вкладку. Здесь я не знаю, согласен ли я с этим. Потому что увеличилось поле инструментов. И мне было удобнее в каждой вкладке делать свои работы, именно присущие этой вкладке. Но здесь сделали более универсальные. То есть поперетаскивали инструменты из вкладки во вкладку. Теперь, скажем, не нужно переходить в соседнюю, чтобы сделать что-то там. И вот увеличение инструментов в инспекторе, это одно из таких вот улучшений. Умная перекадровка. Изменение пропорций кадра. В угоду соцсетям и другим нестандартным форматам видео, здесь сделали сначала рамку и потом изменение всего таймлайна. То есть пропорции таймлайна можно изменять. Можно делать квадратное видео. Причем это прямо в процессе работы. То есть для инстаграма, для вертикальных соцсетей можно делать теперь видео. И более того, искусственный интеллект DaVinci вам предложит сам перекадровать ваше видео, чтобы оно правильно было расположено в вашей новой рамке, в вашем новом кадре. То есть если вы сделали квадратное видео, то он будет подтягивать человека в центр кадра. Ну, посмотрим, как этот искусственный интеллект будет работать. Но, тем не менее, такая функция есть. И, возможно, она тоже ускорит вам работу. Обрезка видео по звуку. Можно теперь, нажав специальную кнопочку на таймлайне, подрезать край видео, глядя на вейвформ. Когда вы подрезаете край, перетягиваете его, то вам показывается вейвформ, и вам удобно найти место, в котором человек начинает говорить или начинает играть музыка. Это удобная функция. Следующее нововведение я приветствую двумя руками. Это то, чего очень не хватало мне именно в DaVinci, когда я начал в ней работать. Превью переходов. Перед тем, как положить переход на таймлайн, вы можете посмотреть, как он будет выглядеть. Вы, двигая мышку над переходом, видите два ваших рабочих кадра, которые сейчас лежат реальных на таймлайне, как они будут трансформироваться друг в друга. То есть превью переходов не хватало мне катастрофически. И для меня это, наверное, очень радостная новость, что DaVinci их сделала. Следующий пункт похож на этот, и это превью эффектов. То же самое, когда вы работаете с таймлайном, у вас лежит видео, вы можете, двигая мышкой над эффектом, видеть, как он будет применяться к вашему видео. Причем эффекты все, которые есть, вы можете посмотреть. Те, которые доступны только в версии студио, в платной версии, то есть шумодав, например, естественно, в вашей бесплатной версии, если у вас бесплатно, его не будет. Синхронизация видео с нескольких источников прямо на таймлайне. DaVinci уже и раньше умела синхронизировать видео по таймкоду, по вейвформе, но здесь теперь можно синхронизировать новый кадр, который вы бросили на таймлайн, с другого источника, прямо на таймлайне, указав по таймкоду или по вейвформе, вы его хотите синхронизировать. Это очень удобно, это очень ускоряет работу, если вы заранее не подготовились, скажем так, к многокамерной съемке, к монтажу многокамерной съемки и прям начали монтировать, не синхронизировав кадры заранее. Рендер видео прямо с таймлайна. Под правой кнопкой мышки появился новый пунктик отрендерить видео. Во вкладке Color на вовведение не меньше, причем некоторые из них вот очень интересные. Во-первых, внешне изменились Color Wheels. Немножко внешне они поменялись, но и функционально они поменялись сильнее. В Color Wheels вы теперь быстрее можете крутить, во-первых, диапазон больше, во-вторых, быстрее можете их крутить, потому что вокруг Color Wheels есть и экспозиция, и быстрее добираться ко всем инструментам. Это, наверное, придется привыкать, потому что, естественно, ты привыкаешь, когда долго в чем-то работаешь, к каким-то своим инструментам. И придется немножко переучиться. Но то, как я посмотрел, как расположили вокруг Color Wheels дополнительные инструменты, мне кажется, это будет удобно. Мне кажется, это будет быстрее. И Color Wheels, как говорит Blackmagic, будет точнее. То есть теперь крутить цвет в каждом диапазоне будет немножко точнее. Тем более диапазон у Color Wheels стал гораздо шире. Появилась новая вкладочка High Dynamic Range HDR. Это одно из нововведений DaVinci, видимо, из-за которых и вышла 17-я версия. Blackmagic, по-моему, из-за HDR сделали вот эту 17-ю версию. Жутко интересный новый инструмент Color Warper. Кажется, это будет очень быстро. Во всяком случае, то, что показали сейчас, я еще не устанавливал 17-ю версию, я только посмотрел презентаху. Но мне кажется, это будет очень быстро и очень удобно, когда вам нужно будет подтягивать определенные цвета, не затрагивая соседние. Вот теперь это супер будет удобно. Мне очень понравилось, как они реализовали это поле и как можно работать с раздельными цветами. Очень классно. Color Warper, это будет мой фаворит во вкладке Color. Супер штука, мне очень понравилось. Волшебная маска на основе искусственного интеллекта. Я не очень, честно говоря, доверяю таким штукам, потому что они не всегда корректно работают, но тем не менее, если она сможет достаточно корректно работать и подправлять ее, будет быстрее, чем перерисовывать плохо оттреканную маску вручную. То есть, может быть, это будет удобная функция. В менюшке можно выбрать, кого вы хотите маской покрыть, человека или предмет, и эта маска сама выбирает человека, сама его трекает и так далее. Посмотрим, может быть, будет удобная функция. Целая пачка новых эффектов. False Color, Collage и так далее. Эффектно показали, как можно сцену, снятую днем, превратить в сцену, снятую ночным видением. Классная штука. Это можно перелопатить. Все будет, что есть и как оно работает. При том, что не все оно будет доступно в бесплатной версии. Что-то будет недоступно, как, в общем, шумодав. Но, тем не менее, я уверен, что что-то интересного и полезного там все-таки появилось. Новые режимы Split Screen. Для того, чтобы сравнивать цвет в двух кадрах, появилось больше удобных инструментов. Это полезная функция, потому что, в общем, когда вы монтируете видеоряд, вам нужно, чтобы каждый следующий кадр был похож на предыдущих. Поэтому сравнивать с исходником, с мастером, с каким-то или с предыдущим кадром приходится достаточно часто. То, что инструментов появилось больше, это полезная штука. Быстрый просмотр во вкладке Color. Когда вы отмонтировали видео и хотите пробежать его по цвету, появилась новая функция. Ускоренный просмотр. Длинные кадры он проматывает быстрее. Короткие кадры медленнее. То есть, это то, как было во вкладке импорта материала, была подобная функция. И когда был в режиме Tape, по-моему, во вкладке Cut, то тоже такая функция есть. Более длинные кадры он проигрывает быстрее. Для ускорки, скажем так, пробежаться по всему материалу. Вот теперь во вкладке Color тоже есть такая функция. Потому что монтировать вы в эдите будете, а вот отсмотреть, потом пробежать по цвету, все ли попало во вкладке Color вам иногда приходится. Ну что ж, функций достаточно много. Разберемся с ними со временем. Если вы поставите сразу 17-ю версию, может быть, будут глюки. Я 16-ю версию ставил сразу же, как только появилась первая бета. Посему здесь я немножко подожду. Когда выйдет первое исправление, вот тогда я и поставлю 17-ю версию. Бета не страшно. Но вот сразу же начнутся какие-то бока. Или не будет драйверов. Или еще что-то будет не работать. То есть, советовать сразу же сейчас ставить бету и работать в ней я, пожалуй, не стану. Поставить, чтобы посмотреть на новые функции, поиграться с ней, да, наверняка интересно. Но вот, чтобы, если у вас сейчас в работе какой-то проект, то, честно говоря, не советую вам сразу ставить 17-ю бету. Лучше подождать первых фикс и исправлений ошибок. Спасибо, что были со мной. Очень рад за DaVinci. Оставайтесь на канале, подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видосы. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok